Добрый день всем, с вами компания Китфинансы, я Елена Беляева и наш очередной брифинг, посвященный технической ситуации на нашем рынке. Сегодня о расписании нет смысла говорить, у нас нет больше на сегодня мероприятий. Сейчас в фейсбуке идет конференция и после окончания брифинга вы еще успеете к ней присоединиться и можете задать свои вопросы и получить ответы наших аналитиков и других наших специалистов. Можете задавать свои вопросы о ситуации текущей и о перспективах развития событий на 2012 год. И давайте перейдем с вами к рабочему столу. И порассуждаем о том, какая ситуация сегодня сложилась. Начнем по традиции рынков западных, потому что там все-таки, во-первых, более-менее все понятно, во-вторых, более оптимистично все выглядит. Перед нами график фьючерса на S&P 500. Мы видим, что вчера произошло все-таки то событие, которое мы ожидали, произошел пробой нисходящей линии тренда. И, в общем-то, на этом пробое достаточно сильное движение организовалось и цена дошла аж до уровня 1240 сейчас уровень. Этот уровень достаточно важный. Он раньше часто работал и как поддержка, и как сопротивление. И, в общем, вполне логично, что около этого уровня цена задержалась и сейчас ее отрабатывают. То есть, если будет пробой этого уровня наверх, то движение будет открыто наверх до следующего уровня, вплоть до уровня 1265. И, скорее всего, в ближайшие дни мы это движение увидим здесь. Другое дело, что будет ли нам от этого какая-то польза. Теперь, значит, идем мы с вами на нашу ситуацию. Давайте еще взглянем на нефть буквально просто, чтобы понять, что здесь происходит. Здесь тоже произошел пробой вот этого уровня 105,5. Мы его тоже с вами вчера рассматривали. Это замечательно, это хорошо. И сегодня цена на нефть немножко с утра выросла и сейчас немножко поипала. Но, в общем, ситуация не критичная, а достаточно позитивная ситуация. Но, на самом деле, не все определяется только нефтью и американским рынком. На самом деле, в последнее время, в конце этого года, очень сильно стал воздействовать на рынок еще один фактор. Фактор наш внутренний политический, да. То есть, с этой ситуацией мы уже несколько раз в этом году сталкивались, когда политические события меняли наши планы и рушили все наши прогнозы. И вот сегодня произошла та же самая ситуация. По сути дела, поступление Путина на съезде, забыла какой партии, в общем-то, опять-таки привели к такой уже теперь предсказуемой реакции нерезидентов. То есть, те проливы вниз, которые мы видим сейчас на многих акциях, это именно реакция нерезидентов на слова Путина. И вот мы их наблюдаем именно в тех бумагах, где эти нерезиденты есть. То есть, в первую очередь, Норникель, Газпром, Сбербанк. В тех бумагах, в которых нерезиденты не открывают, не любят открывать свои платиты, там, в общем, ситуация достаточно стабильная. То есть, вот сегодняшние вот эти вот действия нерезидентов, они очень сильно испортили нам такую возможность, которую давал рынок. То есть, на начало дня сегодня ситуация складывалась практически идеально, даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. То есть, позитив был полный и с американского рынка, с рынка нефти, и техническая ситуация на наших бумагах была совершенно позитивная. И, в общем-то, очень хотелось увидеть сегодня и завтра хороший рост на нашем рынке. Но вот он не случился. Вот это на самом деле реальность. То есть, это дает возможность задуматься и сделать некоторые выводы. То есть, в формировании портфеля, видимо, надо еще учитывать этот фактор тоже. То есть, надо диверсифицировать свои вложения между бумагами, в которых есть, нерезиденты и в которых нет нерезидентов. Так будет надежнее, наверное. То есть, вот такая ситуация сейчас наблюдается. Значит, сейчас мы смотрим с вами на график индекса ММВБ. Это часовой график. И на этом графике у нас мы уже несколько дней наблюдаем такой незамысловатый восходящий канальчик. Здесь у нас ситуация развивается внутри этого канала. Вчера мы были вот на этих уровнях. Вчера на нашем брифинге мы рекомендовали вам покупки. И, в общем-то, в принципе, они даже до сих пор должны быть в плюсе, если вы последовали нашим рекомендациям. И, собственно, ничего еще страшного не произошло. То есть, сейчас цена сректировалась вниз до 21-й восходящей средней. И в данной ситуации, если средняя восходящая удержит индекс, и если от 21-й восходящей сейчас произойдет отбой, то все-таки с некоторым замедлением и, может быть, с некоторой потерей целевого уровня произойдет все-таки движение наверх. Поэтому здесь ситуация все еще остается вероятность продолжения роста. Но, учитывая вот такую публивость резидентов и их неоднозначную реакцию на появление Путина, и на его высказывание, то в этой ситуации, может быть, даже те цели, которые видятся сейчас по техническому анализу, они, может быть, будут и не достигнуты. Или, может быть, будут достигнуты с некоторым опозданием. Такой фактор у нас здесь проявился. То есть, смотрим сейчас за развитием ситуации. То есть, смотрим за поведением индексов сегодня ближе к закрытию. Если ситуация пойдет ниже и будет пробиваться 21-й средний, будет пробиваться трендовая линия на осцилляторе, то, в общем, как-то, наверное, надо будет скорректировать наши планы. Если ситуация все-таки будет развиваться, скажем, по лучшему сценарию, то сейчас цена остановится и начнет отбиваться от 21-й средний, то продолжение движения восходящего, оно вполне вероятно. Так. Давайте по отдельным акциям посмотрим, как у нас обстоит ситуация, как происходит развитие событий. Значит, по «Газпрому». Опять-таки, вчера мы были с вами, я уже не помню, на каких уровнях, где-то вот на, судя по времени, вот на этом уровне, где-то в районе 148 рублей была бумага во время брифинга, и тоже была рекомендация для покупок. Вот за это время бумага выросла вчера в конце дня очень сильно, и сегодня коррекция ее до 21-й средний, в общем-то, пока еще не полностью испортила ситуацию. Значит, во-первых, канал восходящий, он в силе, и сейчас цена отрабатывает сильнейший уровень сопротивления на уровне 174 рубля. И, в общем, сам факт отработки этого уровня, он является достаточно логичным, просто в обычной ситуации посадка была бы менее глубокой. Вот, то есть, сейчас опять-таки, если цена задержится на 21-й средний, если она сможет от нее толкнуться, то дальше продолжаем сопровождать длинные позиции и, надеемся, на лучшие, то есть, и пробоя уровня 174, если этот уровень подастся пробою, далее следующий уровень будет уже где-то 180 и выше, следующая цель. Вот. Дальше. Сбербанк. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас больше похожая ситуация на боковую, то есть, здесь идет боковик с уровнем сопротивления 83,5 с поддержкой 79,5 и внутри этого боковика продолжается движение. То есть, вчера цена не смогла пробить этот боковик вверх, не было движения слишком сильным, достаточно сильным, и сегодня уровень сопротивления, в общем-то, отыгрался по полной. И около него произошел разворот и снижение котировок. То есть, сейчас тоже, сейчас смотрим вот на эту линию трендовую, краткосрочную на цене, и также смотрим на трендовую линию на осцилляторе. И, соответственно, если будет происходить отбой от этой линии, и если трендовая линия на осцилляторе выдержит все вот эти испытания, которые сегодня выдались нашему рынку, то, в принципе, все может быть позитивно. Так, есть вопрос, есть ли смысл покупать Сбербанк. То есть, если хотите с большей степенью вероятности, то дождитесь пробоя 83,5. То есть, если пробой этого уровня произойдет, то точно есть смысл, там цели достаточно высокие. Вот, а сейчас, вот прямо в текущий момент, наверное, есть смысл немножко подождать, и подождать именно стабилизации ситуации разворота от вот этой трендовой линии, такой краткосрочной. И в этом случае, в принципе, можно попробовать небольшой позиции зайти. То есть, в принципе, никогда 100% гарантии никто на рынке не дает, поэтому всегда, ну, по сути дела, открываем на свой страх и риск. Единственное, выбираем те моменты, где риск меньше возможного вознаграждения. Вот, то есть, поэтому нет смысла подождать все-таки немножко вот восстановление, начало восстановления вот этого восходящего движения. Вот, так, дальше давайте еще взглянем, наверное, на Лукоил. Здесь ситуация лучше выглядит. Почему? Потому что в этих бумагах меньше доли резидентов, существенно меньше, то есть, они не держат свои позиции в Лукоиле, и поэтому здесь мы не видим вот этого залива, который присутствует у нас на Сбербанке и на Газпроме. И здесь же, опять-таки, вчера была пробита вот этот уровень сопротивления 1640, о котором мы достаточно давно говорили. Здесь на пробое этого уровня вполне логично была открывать длинные позиции и совершенно правильно. То есть, сейчас просто после пробоя происходит консолидация, это тоже нормальное явление. Снижение может продолжиться вплоть до тестирования вот этого уровня 1640 сверху. и это будет тоже нормально. И вот тогда в этом случае от уровня 1640 можно будет покупать. Далее. Далее, следующая бумага Роснефть. Здесь тоже, в общем, произошел пробой вот этого уровня сопротивления 209, он произошел вчера. и, соответственно, уже легче было сегодня продолжать это движение. Тоже залив вниз и снижение было небольшим, потому что в Роснефти тоже малая доля нерезидентов. То есть, те снижения, которые мы видим, это именно их реакция на снижение Путина. Здесь тоже после вот этой коррекции, которая образуется сейчас, имея форму, видимо, имеет смысл назвать это флагом, и в случае, если будет пробой наверх из этой модели продолжения, можно ее даже развернуть на более мелком графике, скажем, на 15-минутном, чтобы лучше определить графические границы. Тогда можно будет тоже заходить. То есть, сейчас отрабатывается уровень тоже достаточно мощный, 215. Можно подождать либо пробоя этого уровня, чтобы была большая вероятность либо выхода из модели продолжения. Вот. Так. Что еще посмотреть? Ну, давайте взглянем на ВТБ. На ВТБ сейчас вот восходящий канальчик формируется. Вчера на ВТБ произошел пробой вот этого уровня сопротивления. Оно раньше было, да. Это уровень был где-то тут между 6,3 и 6,5 копеек. Вот где-то посередине здесь находился этот уровень. Но вот так как бумага слабовата, она не удержалась выше уровня и провалилась обратно. Но вот пока вроде бы линия тренда держит. И, соответственно, здесь, если будет опять-таки отбой от этой линии тренда, в принципе, можно засадить. Но на самом деле я бы лучше поискала более сильных участников рынка, чтобы заходить в позиции ВТБ. Выглядит не очень выигрышно в данной ситуации. На нем трендовая линия на осцилляторе на нем пробита. И, собственно, лучше предпочесть, скажем, даже Зайдербанк выглядит лучше, чем, скажем, ВТБ. Вот. Значит, вопрос по Уралкалию. По Уралкалию тоже вот ситуация сразу нам, по сути дела, объясняет сегодняшний залив на рынке. На нем тоже даже нет никакой коррекции. То есть Уралкалий растет без коррекции каких-либо. Это, опять-таки, показатель того, что там нет нерезидентов. У Уралкалий имеет смысл заходить. И в Уралкалий можно делать покупки. Единственное, что надо спираться делать, это на откатах. То есть все равно предпочитательного движения нет и быть не может. И поэтому здесь тоже вот в ближайшее время цена уже дошла, осциллятор дошел до перекупленности. По-любому здесь должна образоваться какая-то коррекция. Вот лучше всего после коррекции заходить. Почему? Потому что все-таки риски, они определяются по ближайшему уровню поддержки. Здесь уровень поддержки очень далеко. Где-то порядка 225. То есть с такими рисками заходить сейчас не очень комфортно. А в принципе здесь цели движения, ближайшая цель это 250. Здесь немножко осталось. То есть сейчас с такими рисками, с такими целями вообще нет смысла заходить. Но в принципе вполне возможно будет движение и более высокая. Поэтому сначала надо дождаться отката, потом уже заходить. Так, что мы еще хоббинг МРСК. На самом деле вот хоббинг МРСК я не думаю, что сейчас представляет какой-то большой интерес эта бумага. То есть в условиях низкой ликвидности на рынке не факт, что на нее хватит денег, и там организуются движения. То есть в первую очередь все-таки пойдут бумаги посильнее. Поэтому здесь боковик и до выхода из этого боковика я бы на самом деле не участвовала в этих движениях. То есть поддержка где-то чуть выше 2.35 и сопротивление выше 2.50. То есть только при пробое сопротивление имеет смысл выходить длинные позиции. Раньше не стоит, потому что не чувствуется силы в этой бумаге. Лучше вот если хотите что-то менее ликвидное, лучше на НЛНК. Посмотрите, здесь вот этот уровень сопротивления 65.5, он уже близок, и при его пробое тоже нужно вполне покупать здесь ситуация хорошая с технической точки зрения. Так, кому еще не ответила? По фьючерсу. Значит, по фьючерсу ситуация очень похожа на ситуацию на индексе МВБ, то есть здесь такая вот коридорная ситуация была в боковичок, который образовался и пробой, вот сегодня утром порадовал, в общем-то, пробой наверх, но вот цена не удержалась и сползла вниз. То есть сейчас смотрим на 21-ю среднюю, если 21-я средняя сейчас выдержит и около нее начнется отбой и восходящее движение, то при пробоя уровня сопротивления 138 тысяч вполне можно будет заходить в ЛНГ. То есть здесь такая ситуация. Ну и наверное на этом будем завершать, то есть вот учитывайте в будущем такие факторы, которые выявили с последнего времени, то есть влияние выступлений наших главных лиц государства, они вот таким образом оказывают влияние в общем-то больше не на нас, а на участников рынка неизидентов. Вот. И соответственно в те моменты времени в те моменты, когда выступают главы государства, в данном случае в основном Путин, иметь представление о том, что может произойти коррекция на рынке. Значит, вопрос, как закроемся сегодня, хороший вопрос, конечно, потому что вот сейчас, в данной секунде все будет зависеть все-таки от американской сессии. То есть то, что было дневную сессию, это зависело от нашей внутренней ситуации, эта ситуация закончилась. Сейчас пошел новый период, вечерняя торговля, она будет зависеть все-таки от поведения американского рынка. То есть если мы с вами взглянем на график фьючерса на S&P 500, то это уровень 1240, то есть смотрим на этот уровень и соответственно относительно него строим свои ожидания. То есть если пробой этого уровня произойдет и индекс уйдет выше этого уровня, то значит все будет хорошо на нашем рынке и может быть не с той силой, которую мы ожидали, но урод все-таки будет. Если все-таки уровень выдержит и не пустит индекс наверх, то в этом случае ожидаем продолжения снижения на нашем рынке. Вот так вот в основном. И соответственно еще раз напоминаю про конференцию на Фейсбуке. У вас еще есть шанс в ней поучаствовать. Закончилось вверх? Ну ладно, хорошо закончилось. Вот. Ну на самом деле можете посмотреть там комментарии наших аналитиков и соответственно может быть они ответили на ваши невысказанные вопросы. И соответственно спасибо вам за ваше участие. Всегда вас рады видеть на наших мероприятиях. И до свидания, до следующих средств, до завтра. до